Ну, знаете, мне кажется, что мы вообще довольно сильно преувеличиваем вот этот, значит, этот музыкальный праздник, скажем так. Когда-то в советские времена верхом, как бы музыкальным олимпом, что ли, считался фестиваль там на Золотом берегу, значит, в Болгарии, значит, Солнечный бряг или, извините, на Солнечном берегу Солнечный бряг. Или, значит, фестиваль в Сопоте, да, кто про них сейчас помнит. Мне кажется, что вот эта переориентация на Евровидение тоже в достаточной степени смешная, потому что Евровидение – это конкурс такой для домохозяек, ну, так сказать, который, я имею в виду, зрительница для домохозяек. Там не было каких-то там крупных особенно побед и достижений. Там оттуда вышло несколько шлягеров, но не более того. За последние годы, значит, тем, кому, те, кто получал там призы, тоже вызывали как-то сомнение. То финская группа в этих резиновых масках страшных, которые никакого отношения, кстати, к музыке не имеют. Это чисто шоу такое, не самого лучшего вкуса. Или это самая конченая колбаса, бородатая женщина, которая кроме, так сказать, какой-то иронической улыбки не вызывает ничего. Так что я не понимаю, честно говоря, ажиотажа вокруг этого конкурса. Нет, конечно, приятно, когда российский Дима Билан побеждает в международном конкурсе. Но у нас, знаете, есть огромное количество лауреатов международных конкурсов, там, пианистов, вокалистов, людей, которые удостойны там высших премий мира. Ну, там, не знаю, даже Майя Плесецкая была удостойна премии принца Астурийского. Это Нобелевская премия в области исполнительских искусств, вот так скажем, да. И она была удостойна этой премии. Столько не писали о ней, сколько писали по поводу того, значит, кто там поедет на ближайшее Евровидение. Это просто несоизмеримые вещи. И мне кажется, такой легкий крен в общественной оценке этого события.